Всем привет! Меня зовут Тимур Березьянов, я работаю в D-регионе, я работаю ведущим разработчиком Мы разработали перспективную платформу, соответственно мы разрабатываем под Windows Phone, Windows 8, в будущем и сейчас У нас тут накопился некоторый опыт портирования приложений с Windows Phone на Windows 8 И естественно некоторый опыт разработки под Windows 8 У нас приблизительно ориентироваться, если здесь дали кто-нибудь, у кого есть приложение под Windows Phone Кто вообще представляет, о чем мне речь Так, нас достаточно много Так что вам этот доклад будет более интересен, потому что он рассказывается Здесь я раскрываю некоторые технические аспекты Правда я не буду показывать его, потому что довольно поздно, вечер уже устали Всем остальным, наверное, будет интересно послушать, какие приблизительно проблемы есть в разработке под Windows Phone 8 Что там интересного, что появилось нового Также я готов после ответственного вопроса поспорить, обкуновать Стоит отец Приятного. Таракс Таракс Тарак Таракс Наше приложение это смешарки, это клиент для Windows Phone и Windows Phone, это интерактивный магазин, где пользователь может покупать мультики, где пользователь может читать какую-то информацию о смешарках. Где пользователь может загружать обои. В общем, достаточно детское, достаточно простое, не очень сложное функциональное приложение, но при этом там достаточно много интересных вещей возникло, потому что, например, в Windows Phone 7 не было и на пурчей, а в Windows 8 они появились. И второе приложение, которое мы портировали, это приложение телеканала Дождь, это лайв-стриминг с комментарием, ну в общем, стандартное приложение для телеканала. Оно пока еще не вышло в Windows Store, но оно уже готово, так что опыт должен накопиться. Основная проблема при портировании, это, конечно, юзер-интерфейс, потому что форм-факторы устройств достаточно сильно различаются, и независимо даже не столько форм-факторы, сколько сам принцип работы пользователя с устройством, они очень сильно отличаются. Так что основная работа, она приходится именно на UI, но вот все не так страшно, потому что UI пишется с помощью ZAML, ZAML, сколько не знает, это расшифровывается как Extensible Markup Language, он очень похож, наверное, на то, что вы делаете в Android, это язык, который позволяет осуществлять разметку приложения декларативным способом. Вам не нужно решать дифференциальное уравнение, вам не нужно решать сложные штуки, чтобы сделать одинаковые ордеры, одинаковые квадраты. ZAML все это делается очень просто, это достаточно простой язык, достаточно удобный, и достаточно быстро на нем получается сделать настройство декларов. Так вот, ZAML не изменился совершенно, в нем добавились некоторые интересные вещи, но он поддерживается, он обратно совместим практически там на 99%, то есть есть разница в namespace, но в целом и в общем это одно и то же. То есть буквально вы можете скопипастить кусок из своего проекта и вставить его в Windows Phone проект, в Windows 8 проект, и у вас все запустится и заработано. Появилось достаточно много новых контроллов, которые поддерживают именно планшет, форм-фактор, появились там новые АПП-бары, короче, появилось очень много новых контроллов, но при этом старые полностью поддерживаются и работают с предыдущими, точно так же, как и в Windows Phone. Относительно новых фич достаточно интересных, которые появились в Windows 8, это новые фичи по тому, как осуществляется локализация. То есть, например, если у вас в проекте есть картинки какие-нибудь на интерфейсе, вам нужно ее локализовать, то все, что вам нужно сделать, это положить картинку в папку, положить в локализованной картинке и после имени картинки указать локаль, то есть, грубо говоря, image.ruru. Там, image.en.us. Дальше сама система подхватит, в тот момент, когда эта картинка адресовывается, она подхватит именно тот файл, который нужен, и отобретит его на польскому интерфейс. Достаточно много проблем нам доставило то, что в Windows Phone 7.5 было четко, хардварно зафиксированное разрешение 800 на 480. Естественно, на Windows 8 это не так, Windows 8 предназначена для широкого спектра устройств, там достаточно много разрешения, достаточно много TPI-ов, то есть, это планшеты, начиная от не Full HD и заканчивая Full HD планшетами с одинаковой диагональю, или это может быть вообще там огромные специалисты мониторы, там, 25, 60 и 1440. Но, опять же, здесь нам на помощь какой-то XAML, потому что XAML, он изначально проектировался под то, что он будет использоваться в WPF, WPF это технология, с помощью которой можно было писать приложение для старой гниции. Соответственно, XAML, он изначально адаптивный, он изначально не фиксированного, у него нет изначально фиксированного размера, поэтому там все layout и все это сделано так, чтобы это было очень просто. Соответственно, соответственно, что нужно было сделать, это поддержку сайд-режима. В Windows 8 есть такой, так называемый, сплит-режим, когда вы можете запускать приложение на две трети экрана и второе приложение на две трети экрана, я не знаю, сейчас будет нормально, но я, наверное, смогу показать. У вас огромный 320 точек. Да, 320 точек. Соответственно, мы можем получить какой-нибудь твиттер и положить его... Да, в общем, здесь стоят проблемы с разрешением, когда у меня один круг уводит на внешний экран. Ну, я думаю, вы примерно представите себе, что здесь слева или справа появляется приложение, открытое с экраном 320 пикселей, и все остальное экран занимает второе приложение. То есть, грубо говоря, у вас открыто какое-то сложное приложение, типа там, опять же, ТВ-дождя, где у вас идет стриминг, и в сплит-режиме у вас открыт твиттер, где вы читаете ленту. Соответственно, у вас есть возможность этот сплит-режим поддерживать, потому что, возможно, вот видите, как-то перекомпоновать приложение, чтобы поддерживать именно этот сплит-режим. Мне кажется, это довольно сложно, потому что, в принципе, под этот режим нужно полностью, опять же, перерабатывать UI. Но, опять же, тут к нам на помощь request XAML, XAML все это делается очень просто, декоративным путем. То есть, вы указываете XAML, что в таком режиме мне отключить такие элементы, в таком режиме мне отключить такие элементы, и у вас FURBLE. Теперь, что касается кодовой пары, что касается кода. Изначально XAML и WPF, и Silverlight проектировался под использованием паттерна UVM. UVM – это ModelViewVModel, это несколько модифицированная версия паттерна UVG. Я думаю, что все представляют чем-то лучше. Соответственно, если у вас код написан полностью следуя шаблоном MGBM, полностью следуя путянным MGBM, то код у вас портируется очень просто. Потому что C-Sharp, опять же, полностью обратно совместим с точностью TNM-спейса на 90%. Соответственно, код, опять же, просто берется и тупо копируется файлами с одного проекта и с другого проекта. Несколько изменилась работа со сториджами. То есть, Windows Phone 7 был только из-за Lighted Storage. Из-за Lighted Storage – это KVL-хранилище объектов. В Windows 8 появился, так называемый, Roaming Storage, который тоже интересно поддерживать. Roaming Storage реплицируется между всеми устройствами пользователя. То есть, грубо говоря, у пользователя есть планшет на Windows 8, телефон на Windows Phone. Про телефон на Windows Phone вам брать не будут, потому что C-Sharp еще нет в этом доступе. Но я думаю, что это именно так и будет работать, что Roaming Storage будет привязан к Live ID, он привязан к Live ID, и реплицируется между всеми устройствами пользователя. То есть, грубо говоря, на одном из планшетов пользователь вас выставил настройки приложения, их сохранили в Roaming Storage, через день он заходит на другом планшете, у вас эти Roaming Storage настройки подхватываются. Вот, видите, через день, я имею в виду, что пользователь берет планшет через день. Так-то, естественно, они реплицируются гораздо быстрее. А вот, извините, у вас нормально не реплицируется? Вы пользуетесь? Да, конечно. Но нормальный только? Нормальный, это значит, что все простые сценарии поддерживают. Более сложный сценарий, возможно, будет. Сколько времени дается? Так точно, наверное, в секунду не скажу, но я думаю, это меньше, там, 5 минут только. Вот. Но, я думаю, это вопрос, как бы, не к нам, потому что мы не отвечаем на этот механизм. Вы можете его задать вопросом. Появился механизм AsyncWades, который не был доступен в C-Sharp 4, который был доступен на AsyncWades в степи. AsyncWades — это поддержка асинхронного программирования на уровне языка. То есть, у вас есть ключевые слова, которые позволяют вам быстро задавать асинхронные операции. То есть, глупо говоря, вы пишете там, Abate — загрузка картинки, Image Downloader — у вас основной поток приложения не зависает. Это происходит в отдельном потоке, но при этом после Abate-вызова он возвращается в тот же самый поток. Так сложно понять, так сложно визуализировать, но когда ты до этого начинаешь пользоваться, это действительно обращает разработку, действительно ускоряет очень многие процессы. И что самое главное — это фичер полностью поддерживается средой, IDE полностью поддерживается дебаггером. То есть, вы можете там восьмеротных вызовов дебажиться, заходить внутренних. Короче, это очень удобно. и это единственная проблема, по которой нам пришлось переписать достаточно большую часть кода, потому что вся часть кода, которую мы, к сожалению, не использовали с NKV и STP, и вся часть кода, которую мы взаимодействовали с удаленными сервисами, с API, она была написана без этой фичи, и нам пришлось ее переписать на эту фичу, потому что она нам понравилась. Их кода субъективность стало меньше 3-4 раза. В Windows 8 появилось много других специальных возможностей, много специальных возможностей, которых было бы интересно поддерживать, с которыми пользователь, скорее всего, привыкнет работать, и он будет ожидать от нашего приложения, что оно будет работать именно так, как он ожидает от него. Лайфтайлы были и в Windows Phone, но мы их не так активно использовали, и в Windows 8 они используются гораздо более активно, гораздо более широко. У вас есть несколько, порядка 25, наверное, тимслейтов лайфтайлов, которые вы можете использовать, вы можете обновлять как внутри приложения, вот этот лайфтайл, так и с удаленного сервиса. В общем, это такая большая пища, на которую Microsoft сделает ставку, потому что лайфтайл – это отличительная особенность этих систем. И если у вас есть приложение, то обязательно поддержите эту возможность, потому что это действительно круто. Шеринг-контракт – это возможность вашего приложения сказать другим приложениям, что я могу расшерить. то есть, грубо говоря, если у вас есть приложение, вы можете вызвать share, и Windows 8 система предложит вам приложения, которые могут расширить ваш статус. то есть, все это хранится в так называемом «Champs Barrier», «Champs Barrier», то есть «Sharmbarrier». Здесь есть, как мы видим, «Settings», «Share», «Search». Это все контекстозамисимые вещи. То есть, пользователь одинаковым способом вызывает эту вещь, но то, что будет внутри, вы можете написать сами. То есть, грубо говоря, если у вас есть какие-то настройки в приложении, то полезные привезти вот сюда. Если у вас есть то, что вы можете расширить, то полезные привезти вот сюда. То есть, он сейчас мне говорит, что я ничего не могу расширить из текстопа, но вы можете, например, в своем приложении сказать, что сейчас пользователь может расширить такой статус. То есть, если взять наше приложение, то, например, в приложении «Стебоет дождь» вышает статус программы, которые пользователи сейчас могут. Дальше здесь появляется список программ, с помощью которых пользователь может расширить статус. То есть, там, Twitter, Gmail, Mail.tn и так далее. Также контекстозависимый поиск работает точно таким же образом. То есть, вы можете интегрироваться внутрь него, и искать внутри вашего приложения. Опять же, говорю, почему это важно, потому что пользователь будет ожидать, что все приложения будут работать именно так. что если он начнет на «Стёч», то запустит поиск внутри приложения. Если он возьмет на «Share» и «Цехник», то запустит на «Share» и настройки внутри приложения. то запустит на «Стёчник», то запустит на «Стёчник». Появились и «Нап» курчейцев. Их не было в Windows Point 7. Соответственно, нам, для того, чтобы реализовать эту возможность, пришлось делать свой сервис «Нап» покупок, работающий через «Робохас». Естественно, это не сравнится с тем, это сделано на Windows 8. В Windows 8 появилась устроена возможность «Нап» курчейцев. То есть, если у пользователя внутри привязана карта, например, кредитная, то он сможет совершить покупки со своего аккаунта. Если ему выводится сообщение системы, что вы хотите купить, списывается деньги с его карты, вам это всё очень прозрачно, для вас это вызов одного метода «Купи вот эту фичу» или вызов проверки «Купленной фичи» или «Нет». Всё работает очень просто. «K-value массив» и «Купленной фичи» или «Не купленной». Соответственно, всем, наверное, ясно и очевидно, что доверие к такому сервису будет гораздо выше, чем сервис «Робохас». Потому что «Робохас» это вообще российский сервис. например, взять американский рынок, то пользователю как-то очень сложно объяснить, почему при его покупке его кидают на российский сервис, где он очень понимает. Можно сразу по «Иннбергу» спросить, а вы вообще пользуетесь этим «Иннбергским API» и документацией, да? Да, конечно, но он у нас используется в «Синчайк» очень много с вами. Используемся, да? А это давно появилось? Это появилось, если не ошибаюсь, с релиз-превью. Сейчас уже... С выходом релиз-превью? У них еще даже политики не было. Возможно, у них не было дегментации четкой, но с релиз-превью точно таки что есть. Потому что у нас реализована с релиз-превью. Окей, спасибо. Скорее всего, давайте я чуть попозже отвечу на такие вопросы. можно подключать. Соответственно, все инструменты доступны бесплатно. Опять же, это Visual Studio Express, это Blend. Материалы доступны в огромном количестве, начиная от материала для разработчиков, это переработанный MSD. Заканчивая четкими, очень четкими гайдлайнами для дизайнеров по Windows 8 Modern Style, который раньше назывался Metro Style. Все очень просто найти. На Microsoft проводят огромное количество конференций. Я не знаю, буквально там, за прошедшие 2-3 месяца провели 2-3 большие конференции на дебелокеров и для дизайнеров. Соответственно, главный, ответ на главный вопрос, стоит ли вообще сейчас, если у вас нет приложений под Windows, если у вас, начнем с, если у вас есть приложение. Если у вас есть приложение для Windows Phone, то совершенно непонятно, почему бы вам сделать приложение для Windows 8, потому что портирование занимает там существенно, несущественные какие-то сроки, потому что ничего не практически, ничего не нужно делать, просто поддержать новые фичи. Если у вас нет приложений под Windows Phone, нужно ли вам писать приложение под Windows 8? Мне кажется, что нужно, потому что сейчас как раз такое время, когда приложений еще не очень много, конкуренция еще не очень высока в Windows Store, но буквально с выхода начнется большой-большой поток приложений, и уже гораздо сложнее будет конкурировать. Сейчас, уже сейчас, еще в Windows 8 еще не вышло, уже сейчас в магазине порядка, там, двух тысяч очень качественных приложений. Почему я говорю очень качественных? потому что открытого доступа в Marketplace, в Windows Store еще не было, и попасть в Marketplace в Windows Store можно было только с округа Microsoft. Соответственно, приложение там гораздо более высокого качества, чем если бы там был открытый доступ, как все понимают. Регистрация в магазине для студентов бесплатна, там, валидация Facebook. Регистрация для девелокеров, если не ошибаюсь, это порядка полутора тысяч рублей за сайт. Соответственно, мои контакты... Мои контакты есть не тут, вы можете мне писать, звонить по Skype. Я достаточно открыт к общению, готов спорить, опять же, писать, отвечать. Если есть какие-то вопросы... При запуске Windows покупки будут доступны в 170 странах. Это самая большая область покрытия в связи с этим. Россия там есть. Из страны Сергея там нету, если не ошибаюсь, Украины и Беларуси. Это связано с юридическими вопросами. А, покупать, да. Покупать могут шпаться. В общем, паблишить... Паблишить платные приложения и на курчейзе вы можете, там, из 160 стран покупать их, ну, там, в 170 плюс странах. То есть, охват огромный. А что по поводу выводных средств из этой системы? То есть, вы продали, проложили, заработали какие-то деньги, продали что-то в магазине, как выводить в Россию вообще? Так же, как у Google или так же, как у Apple? Ну, я, к сожалению, не знал, как это происходит у Apple, но я думал, что это ближе к Google. То есть, вы оформляете налоговую... Ну, я думаю... Нет, ну, где, по самом деле, там привязывается рубленый счет в российском банке. Да. Даже не доллары. И Microsoft, как вы же здесь, представитель через контору по открытию денег выводит на... То есть, там, проблем меньше, чем с Android? Проблем, проблем нет никаких. То есть, вы официально оформляете там налоговые какие-то декларации, и они вам уводят деньги на вашу карту. Вы на сколько снимаете эти запчеты? Изначально Microsoft забирает 30%, но при достижении какого-то лимита, там, если не ошибаюсь, 10 тысяч долларов в месяц... 25? 25 сходят? Да. Или не в месяц, вообще? 25, да. 25, да. 25 вообще лимит уменьшается, там. То есть, если не ошибаюсь, 10 тысяч долларов в месяц. Есть ли это наработанная статистика по квартируным приложениям в сравнении с платформой, с которой вы хотите? То есть, это прямой союз сначала, да? Нет, нет. У нас начально была разработка по Windows Phone, мы паркировали не с платформой. А под iPhone? Под iPhone приложение с Windows Phone, мы не паркировали. Зависит от того, как это написано. Я думаю, у вас хорошо написано? Нет, нет. Просто написать можно изначально под несколько платформ. Просто писать, там, лондепом или лондроидом. Вот. На ум, к сожалению, классатистики не имеют. Мы этим не занимаемся. А на связи с необходимостью работают кросс-платформенные приложения к Самарине не рассматривали? Что еще? К Самарине не рассматривали? Нет. Это будет кросс-платформенные приложения на iPhone, для этого. Все. Спасибо, Тимур. АПЛОДИСМЕНТЫ